Новая фича от Adobe идеальна для записи подкастов при полном отсутствии средств на оборудование. Adobe Podcast вытягивает любой самый убитый звук при помощи нейросети. Удаляет шумы, добавляет глубины звучанию, ну то есть стимулирует студийную запись. Собственно, теории тут не нужно. Просто послушайте, что она делает с записью на телефон без петлички. Сейчас я записываюсь в комнате, шумит компьютер, телефон у компьютера, битрейт минимальный, mp3. Еще раз, было, стало. Сейчас я записываюсь в комнате, чудеса. Пока фича бесплатная, но зная Adobe можно ожидать, что они ее из бесплатного доступа уберут и встроят, например, в аудишн. Но это будет потом, а пока для доступа все-таки нужна регистрация в Adobe Creative Cloud. Данные карточки вводить не нужно, достаточно просто регистрации. Можете использовать какой-то левый имейл, если опасаетесь. Ну и собственно на этом все. Ссылка на подкаст Adobe в описании. Закинули файл mp3 или wav длиной до часа или объемом до 1 гигабайта. Если нужно больше, просто режьте на несколько частей. Количество загрузок не ограничено. И он пишет до 10 минут, но минуты через две я получил готовый файл. Непосредственно это я писал через петлю и на хороший диктафон. Так что в принципе я бы сказал, что тут он звук немного подубил. Сравнить, что сделал он и что делаю я руками. А вот это он. И сделать это можно достаточно просто и даже бесплатно с помощью сервиса OpenDNS. Это я. И сделать это можно достаточно просто и даже бесплатно с помощью сервиса OpenDNS. Но еще раз, у меня оборудование стоит около 300 долларов и есть какой-никакой опыт работы со звуком. Если у вас его нет и нет 300 долларов на оборудование, то вот. Записали, закинули, получили. Кроме Enhance Speech того, что мы с вами делали, тут есть еще проверка микрофона. Ну так себе, хотя кому-то может помочь. Запустили тест и говорите. Остановили тест и смотрите, что не так. Зеленые галочки говорят, что все в пределах нормы. Ну и насколько близко к краю нормы вы подходите. Черная галочка с крестиком говорит, что вы вышли за пределы нормы. В данном случае вы слишком далеко от микрофона. Ну и совет, соответственно, подойдите ближе. Можно послушать, что вы записали. Ну и кроме того, тут есть ссылка на Adobe Podcast. После заполнения формы Adobe сказал мне, что я поставлен в очередь. И как только моя очередь подойдет, они мне обязательно сообщат. Поэтому что такое Adobe Podcast остается загадкой. Если выяснится, что вещь стоящая бесплатная, обязательно сделаю продолжение. Но то, что мы сейчас с вами увидели, один мой друг по имени Олег, который собственно и посоветовал эту фичу, за что ему огромная благодарность, назвал убийцей звукорежиссеров. Не в смысле физически, а в смысле как профессии. Пока конечно нет, но это первые шаги и тут вопрос времени. Все любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам Ява Воломов и Теплица социальных технологий.